привет я прости темплар а это ларета которая убила поэта на самом деле убила писателя и своего мужа в общем продолжаем проходить эту драму этот триллер или я даже не знаю как это еще назвать в общем-то ларета ну а ты не смотрел предыдущую серию ссылочка на плейлист есть в описании под видео не забудь поставить лайк и конечно же подписаться но мы с тобой давай продолжим я помню что мы остановились на том что у нас выкрали рукопись мы сначала подумали что это тот чертов детектив который приходил да что ж такое вот это волоссяшка саны надо уже брикмахерскую идти барбер записаться все будет хорошо так украли у нас рукопись санный детектив а оказывается детектив сам стал жертвой в общем-то его убили к нам в дом кто-то ворвался мы его пристрелили само собой и поняли что книгу то украла рыжая сука стерва маргарет поэтому сейчас надо с ней разбираться давайте посмотрим что за головоломка опять так тарелка разбитая тарелка есть хорошо тарелка с пшеницей поехала поехала было бы хорошо если ты сам собирал потому что просто по факту крутить ну ничего сложного в этом нет вообще кушать подано кушайте как говорится не обляпайтесь дом маргарет так похоже на наш собственный все-таки был собака лучше ну как говорится у соседа всегда трава зеленее дом лучше собаков вкуснее жена приятнее краска с его стен не облупилась забор вокруг не покосился у них с клэренсом было меньше земли на управлялись они сами и не сдавали в аренду фермером словом все это грязный воровитой твари было лучше чем у меня и она решила отнять у меня последние шанс поменять жизнь а я-то жизнью не отниму вот так вот тяжело описать злобу с которой я вышибла дверь и я ворвалась в дом и закричал ее имя маргарет но никто не ответил на стенах висели фотографии маргарет и клэренсом литография пшеничного колоска в пыльной рамки с моих мокрых мокрых волос капала надуло револьвером ветром разносила по комнате сладкий цветочный запах маргарет мать твою маргарет так пианино пианино маргарет где она где эта тварь новенький граммофон надо будет забрать когда ее убьем заберем граммофон себе не знала что ты умеешь читать сучка такая крашена рыжая стерва мразота меня-то пуль на тебя еще хватит ты отдай рукопись маргарет ты чудовище тебя ждет газовая камера возможно но тебя ждет пуля в тупую рыжую башку если ты не отдашь сраную рукопись ты убила волтера убила откуда ты знаешь и ради чего из-за каких-то листков бумаги той же бумаги за которой ты собираешься сдохнуть кончай болтать тогда почему из-за мести потому что тебя бросил волтер жизнь больше мужчин лоретта ну да тебе вниз тебе не знать про блять давай сюда рукопись да ни за что ее не получишь тогда ты умрешь убирайся из моего дома зря ты хочешь выстрелить стреляй соверши еще одно преступление одни больше одни меньше да докажи что тебе не осталось ничего человеческого я не отдам тебе книгу ты недостойна его работы волтер был прав кули ты мелешь твой сын лоретта как его звали не впутывай моего ребенка ты грязь волтер говорил но я я не верил не могла поверить и ведь и его убила когда заткнись маргарет утопила малыша захлопни пасть да что ты за человек то такой да знаешь качо ты права одним преступлением меньше одним больше поэтому выстрелить подумай о своей душе лоретта и и уже давно нет ты из этого не был ты не выболтаешься маргарет просто если разговаривать с такими людьми они серьезно они начнут копать под тебя начнут как-то использовать слова используйте эти психологические трюки и попытаются выбраться из из этой ситуации в живыми я это не позволит даже не пытайся ты не представляешь как долго я этого ждала прощай маргарет щелчок женщина бега хачивка получена и разбилась газовая лампа щелчок щелчок и подбитая маргарет бросилась во двор мы бежали как бешеные собаки в мокрой пшенице платье заплеталась в грязи вены пульсировали висках я стрелял еще и еще но каждый раз промахивалась на револьверта на 6 пульсов куда там еще и еще порох обжигал руку я кричала не помню что маргарет кажется выкрикнула что-то в ответу наверно она кричала 100 и сука так кричала сама 100 и сука я прицелилась и нажала спусковой кричок в последний раз пробежав немного маргарет рухнула в черную бездну она лежала в луже закрывая рукой кровоточащее плечо похоже я попала в артерию ты разрушила мою жизнь кричала я какое право ты имела я хотела выкрикнуть все что думаю ее красивое даже на пороге смерти даже безумном оскале в предсмертной агонии молодое лицо но мне стало страшно потому что потому я схватил ее за волосы и засунула голову в глубокую лужу и держала так долго как только могла грязная черная вода смешалась с кровью и стала походить на бензиновые разводы или клюквенный сироп в потаившем шоколадном мороженом а маргарет била по воде разнося брызги в сторону пока наконец окончательно не захлебнулась и я упала рядом кстати а какие кстати капли дождя падали на лицо кстати смывая грязь кровь и пот мне было легко и спокойно впервые за долгое время потом что-то красное как будто закат затянуло небо черные тучи закрыли звезды поднялись столбы черного дыма дом маргарет горел газовая лампа само собой в ту ночь сгорел и мой дом но мне все равно никогда не нравится мне кажется мы финале да по моему финале меня часто возвращает в те дни нет я не живу прошлым стараюсь не жить я не думаю об этом за обедом или за ужин газа уборкой или перед сном но ночью подавленные страстные желания и грезы вырываются из темницы в которой я холоднокровно их заключила а где моя нога нога твоя где последнее время мне снятся странные сны в них человеческие тела плавятся подобно воску поднесенному к огню я просыпаюсь по несколько раз за ночь в горле пересыхает от жажды мысли будто пересыхают тоже словно ручей или или колодец на лбу на лбу и подмышками выступает липкий пот вот мышками одну под подмышками потому что подмышка на ей как бы и так подмышка а подмышкой этого как бы подмышкой непонятно речь начинает распадаться я не уверена что говорю и не всегда понимаю что говорят мне это что ж такое чешется и все наконец я открываю глаза из-за яркого света потолочной лампы хочется вырвать камерах никогда его не тушат маленький голубой кружок похож на искусственное солнце в психушку что ли попали не могу понять и кажется нет ничего тяжелее лучей этого солнца да у меня ноги нет слушать и моя нога добрый день лоретто так мы сегодня растеряны зато красивый так скажите пожалуйста вы зачем укусили доктора миллера я не знаю не очень-то и вежливо с вашей стороны а куда он пальцы сует не на туда свать пальцы как говорится не влезай убьют надеюсь вы и меня кусать не станете надейся сигарету я думала здесь не курят сделаем исключение для наших постоянных гостей что сделаем заключение на основе ваших костей я назначу рентген лоретто типа послышалось на меня не послышалось кто вы подозреваю у вас поражение костного мозга знаете что такое нейросифилис даже такой есть это это чё такое это если тебе долго-долго мозги ебут без средств защиты появляется нейросифилис что-то новое узнали ладно неважно уже как культя болит с тем чем вы меня пичкаете у меня ничего уже не болит а надо было бы надо было забить сраный гвоздь а это из-за гвоздя все а я говорил то что гвоздь ржавый надо обрабатывать рано я говорил говорил а вот так вот а и ноги нет волтер жестоко над тобой подшутил из могилы достал гад нет что нет а ладно было весело одного только не могу понять зачем ты побежала за ней почему просто не забрала рукопись кстати да хороший вопрос доктор не знаю я как-то не подумала не подумала а ты подумала что ждет тебя харрис стул газовая камера или просто веревка ад ад вот что не ждет the end придумал и создал яков бутузов арт дарья водяная портрет персонажа бла-бла-бла ну что ж вот мы и прошли смешанные немножко ощущения держите пробел чтобы пропустить а вот так пока я тут немножко поговорю смешанные ощущения после прохождения игра мне очень сильно понравилось тут еще что то есть мы обязательно посмотрим но игра хороша не концовка немножко не понравилось то есть из-за того что мы а кого мы убили то я просто подумал то что из-за того что мы много убивали мы попали психушку но кого мы убили мужа ну так и надо маргарет все а еще мы этого мужика мы убили ну троих почти серийный убийца да даже не почти а есть серийный убийца но в целом да можно было бы психушку попасть но в ад она попадет точно я ни за что не ну не говорю что это все хорошо все это очень плохо но концовка какая-то странная как будто мы уже в аду то есть ногу она теряет в конце в любом случае да почему потому что гвоздя избежать никак нельзя забить его не получится хотя возможно может быть есть такая штука что его можно забить самостоятельно головой волтера например но вроде бы такого не было ладно давайте посмотрим что тут дальше ой не знаю волтер меня дурное предчувствие насчет всего этого может все-таки вернемся вернемся куда нью-йорк ой да ладно тебе малыш зуб даю тебе здесь понравится природа воздух красота конце концов что плохого может случиться то умрешь действительно вот и все вот и прошли давайте посмотрим что там нас по главам концовки а тут смотри тут пять концовок а ну смотри а дом сгорел мы в психушке первая концовка вторая концовка вот с машинкой это мы типа забираем рукопись и уезжаем третья концовка по центру это что-то вроде холодильника четвертая концовка я не понимаю что это какой-то желе холодец возможно нас все ели пятая концовка серп и шляп возможно это связано с тем мужиком которого мы убили то есть могло быть все немножко по другому если бы мы его оставили в живых вот в целом пять концовок неплохо можно будет на самом деле посмотреть на еще одну концовку или же можно будет сделать видос с со всеми концовками если я найду того кто их уже посмотрел или же я их сам добью и мы просто посмотрим на сами концовки что вообще там творится что происходит ну а сейчас как обычно подписывайся жми на колокольчик обязательно ставь лайк комментируй если есть что сказать что рассказать рассказывать обо мне своим друзьям делали посты в общем удачи и до новых встреч а